Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Новейшими системами для создания графических элементов и контента в виртуальной реальности Первая смена школы юнкоров стартовала в июле 2017 года Одновременно с открытием Международных армейских игр 2017 Благодаря этому юнкоры получили уникальную возможность Поработать на одной площадке вместе с профессионалами Ребята присутствовали на открытии и закрытии игр Принимали активное участие в съемках танкового биатлона на полигоне Алабина А также в режиме реального времени наблюдали за работой Международной студии Которая вела прямые трансляции из четырех стран мира Важной составляющей обучения стали мастер-классы известных телевизионных специалистов Секретами профессии делились режиссеры и операторы, корреспонденты и продюсеры В том числе телеведущий Леонид Якубович, комментатор Дмитрий Губерниев, актер и продюсер Михаил Галустян О своем опыте также рассказал генеральный директор компании «Парк Патриот Медиа» Сергей Баженов Сотни тысяч просмотров в сети набрали видеоматериалы юнкоров о втором Международном кадетском бале Юнкоры освещали премьерный показ военного фильма Николая Расторгуева «Людиновские орлята» Музыкальный флешмоб в Центральном музее вооруженных сил Российской Федерации А также вместе со взрослыми коллегами с федеральных каналов юнкоры навещали раненых в Сирии журналистов В феврале 2018 года на всероссийском форуме «Я юнармия» юнкоры представили проект Юнармии ТВ На своем стенде подростки рассказали о желании создать уникальный, первый в России, виртуальный сетевой канал С совмещением телевизионных и интернет-технологий с максимальным уровнем интерактивности Идею юнкоров положительно оценил министр обороны Сергей Шойгу По итогам форума несколько тысяч юнармейцев из разных городов России Оставили заявку на обучение в школе юных корреспондентов В апреле 2018 года стартовала вторая школа юных корреспондентов Любопытно, что больше половины учащихся — девочки Их умение работать в кадре уже отметили коллеги с телеканала «Звезда» Учащиеся второй школы юнкоров уже создали видеоматериалы О международной кинологической выставке «Евразия-2018» Поработали на форуме «Мир биотехнологий» в гостином дворе В ходе которого записали интервью с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой Подготовили несколько репортажей с фестиваля «Мотоармия» А также приняли участие в написании сценария и съемках видеоклипа Дениса Майданова на песню «Тишина» Всем добро пожаловать в партизанскую деревню Сегодня здесь снимается клип на песню «Тишина» Это мы снимаем совместно с юной армией Это первый проект, который снимается в парке «Патриот» Это работает 9 мая И мы планируем создать хороший клип В котором приняли участие юные Александровцы Которые вместе со мной спели эту песню Юнкоры вместе с поисковым отрядом «Память» Принимали участие в экспедиции в Орловской области По поднятию останков бойцов Красной Армии Недавно ребята ездили в экспедицию в Республику Карелию Там молодые журналисты сняли репортаж об открытии мемориала захоронения бойцов Останки которых были найдены благодаря работе военного поискового отряда Юнкоры трудятся над созданием документального ролика И кадры из этой экспедиции войдут в их пилотную серию приключенческого сериала «Юнкоры» Учащиеся школы юных корреспондентов ежедневно освещают работу лагеря настоящих героев На территории парка «Патриот» В июле «Юнкоры» в составе команды «Парк Патриот Медиа» Участвовали в производстве трех видеоклипов, посвященных столетию легендарного рязанского училища ВДВ Юнкоры хорошо знакомы не только с военной историей Ребята интересуются и освещают события из культурной жизни В рамках выездного занятия в Рязанскую область Съемочная группа Юнармии ТВ подготовила интересный репортаж о музее-заповеднике поэта Сергея Есенина В июле-августе в рамках Армейских международных игр 2018 Юнкоры вели прямые трансляции с полигонов Готовили оперативные репортажи о программе мероприятия Записывали интервью с участниками из разных стран мира Проведение игр совпало с празднованием Дня ВДВ Ребята из числа юнормейцев раздавали посетителям десантные ленточки А также рассказывали историю образования воздушно-десантных войск 11 августа юнкоры принимали участие в проведении международного чемпионата по дрон-биатлону Юные корреспонденты сняли дневник чемпионата Рассказали о победителях и участниках из разных стран мира А в конце августа в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» Юнкоры подготовили цикл репортажей о современной военной технике И других новинках оборонного комплекса В октябре юнкоры работали на Международном таможенном форуме Мероприятие проходило на высоком уровне с участием главы правительства Дмитрия Медведева И иностранных делегаций Несмотря на сложность обсуждаемых вопросов Юнормейцы сумели снять интересный репортаж 5 ноября в Конгресс на выставочном центре «Патриот» Прошла вторая молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник» В ней приняли участие более 500 воспитанников Из 27 суворовских, нахимовских, кадетских училищ Юнкоры сняли соревнования роботов А также подробно рассказали о разработках участников конференции 11 ноября ребята решили принять участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант» Вместе со студентами Российской таможенной академии Юнормейцы успешно выполнили задание теста Репортаж о новогодней елке для юнормейцев снимали выпускники школы юных корреспондентов Юнкоры продемонстрировали работу школы и записали интервью со зрителями А также пообщались с заместителем министра обороны России Андреем Картополовым Который приезжал поздравить детей Ребята спросили высокопоставленного гостя о том Что он думает о развитии школы юных корреспондентов юнормей в разных регионах России Андрей Валерьевич идею поддержал Я вас однозначно на этот вопрос я поддерживаю Мало того, я вам это поручаю А вы должны все это дело продвигать и развивать Договорились? Да Все, с Новым годом Отличительная особенность школы юных корреспондентов Полная вовлеченность подростков в процесс обучения и телепроизводства Юнормейцы сами выбирают темы и проекты для освещения Участие взрослых в этом процессе минимально Зрительская аудитория видеоработ, созданных юнкорами Это не только ребята из движения юнормии Их смотрят многие школьники из разных регионов страны Благодаря этому число подписчиков у выпускников школы юных корреспондентов Растет с каждым днем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова